ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В апреле и в мае этого года количество ДТП на российских дорогах сократилось в среднем на 35%. Погибших в них людей, по данным ГИБДД, стало меньше примерно на 18%. Всего около 2000 человек. Сейчас, говорят в госавтоинспекции, показатели аварийности скачут. То прибавка на треть, то снижение на половину. По мнению стражей дорожного порядка, это связано с тем, что люди еще психологически не вышли из режима самоизоляции. ТРАССА СТО ОДИН В конце весны и начале лета стоимость поддержанных легковушек в нашей стране немного снизилась по сравнению с началом года. Однако, если брать аналогичный период 2019-го, то ценники выросли в среднем на 5%. Это констатируют специалисты сервиса Авито. По их данным, основным спросом на вторичном рынке пользуется Лада. Главным образом это 14-е, Приора, Калина и Гранта. Из иномарок лидирует Форд Фокус. ТРАССА СТО ОДИН Таксисты из-за коронавируса обеднели. Как сообщает Автомейл, у половины извозчиков в период пандемии доходы упали более чем на 50%. Каждый шестой заявил, что практически перестал зарабатывать. При этом 70% водителей такси продолжали крутить баранку во время самоизоляции. Каждому пятому пришлось искать другую работу. ТРАССА СТО ОДИН Компания Хёнде предлагает жителям 13 крупных российских городов взять автомобиль в аренду по специальным ценам. За месяц пользования Крета, Тюссан, Санта-Фе и другими моделями в максимальной комплектации придется заплатить от 45 тысяч рублей. Ограничение по пробегу 5000 километров. Ближайшие к нам города, где доступна такая услуга – Казань, Уфа и Нижний Новгород. ТРАССА СТО ОДИН На автовазе, видимо, переизбыток черной краски. Или предприятие решило поддержать афроамериканцев в непростые для них времена. В Тольятти готовятся выпускать спецверсию Lada 4х4, которая отличается черным цветом. Черное там все – кузов, колесные диски, сиденья, обивка потолка и так далее. По технической части изменений нет. Автомобиль будет дороже стандартной версии на 20-25 тысяч рублей. Цены на Lada 4х4 после первоиюльского подорожания начинаются от 573 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин